Знакомьтесь, пёс по кличке Старый. На первый взгляд ничем не отличается от остальных жителей приюта. Однако история далеко не позитивная. В прошлом году он приехал из Димитровграда. На его лице можно увидеть следы бесчеловечного отношения к животным. Залитые кровью глаза и поврежденная пасть. То, как выглядит Старый сегодня, не несчастный случай, а результат чьей-то злой шутки. При этом пёс чипированный. Это говорит о том, что процедура ОСВВ ему хорошо знакома. Сейчас он обрёл дом на территории фонда «Флора и Лавра» в Чердоклинском районе. Изначально он был создан как центр помощи животным. А с 2020-го появилось новое направление деятельности. Наш фонд работает по организации мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев. То есть по новому федеральному закону отлов осуществляется по программе ОСВВ. То есть это отлов, стерилизация, вакцинация, беркование, присвоение регистрационного номера животному и выпуск на прежнее место обитания. То есть весь процесс отлова сопровождается видеофиксацией. То есть место, где мы отловили животное, у нас зафиксирован процесс отлова. И место выпуска, то есть идентичное месту отлова, также фиксируется видеосвязью. Весь быт приюта лежит на плечах сотрудников. Сторонней помощи раз в несколько месяцев дождаться можно. От волонтёров или просто неравнодушных людей. А в это время за постояльцами ухаживает Ольга Филиппова. Однако давать нам комментарий на камеру она отказалась. И причина на это вполне понятная. Узнав о месте работы женщины, добродушные соседи за ночь подкидывают к воротам фонда десяток новых жителей. Говорят же, не мы выбираем животное, а оно нас. Порой нам приходится отказывать. С опытом видишь, что человек пришёл выбирать не друга, а игрушку. Бывает, что берут собаку в семью, а потом появляется и ребёнок, у которого аллергия. И мы видим нашу собаку на обочине. Её просто выкидывают, потому что стала не нужна или приносит нам обратно. В 2020 году в Чердоклинском районе 185 животных прошли процедуру отловой стерилизации. А в 2021 на август месяц цифра уже близка к сотне. Нередки случаи, когда после всех процедур собаки не остаются на воле, а вновь приходят к стенам приюта. Так и случилось с малышкой из Майнского района. Поймали бродячая собака. К нам попала в стерилизацию. Теперь осталась у нас. Отвезли её опять по месту. Она вернулась к нам. Теперь она у нас. Федеральный закон предусматривает проведение всех процедур в приюте. Однако, как создать надлежащие условия, чиновники не подумали. В Майнском районе территория фонда значительно отличается от той же в Чердоклинском. Новые клетки, миски, деревянные поддоны. Приют заработал в прошлом году. От областного правительства поддержка поступила. Помещение под безвозмездное пользование. А вот всё остальное – заслуга простых людей. Мы уже своими силами обустроили данные. Вот так скажем, то, что вы сейчас видите. Это два отделения. Один блок – это изолятор на 8 клеток, где, как положено, карантинное отделение. И второй блок – два отделения, две клетки, два отсека, так сказать, где также могут содержаться животные и на карантине. И либо после карантинных мероприятий могут их перевезти туда уже после проведения всех мероприятий. Так может ли помочь федеральный закон безнадзорным животным? Наш телеканал не раз делал материалы на основе обращений граждан, когда по улицам в ночное время гуляют целые свадьбы. Так называется стая собак. В свою очередь, сами владельцы отказываются брать ответственность за своего питомца. По статистике, 50% от бездомных собак составляют те, кто находится в свободном выгуле. Как показывает практика, изначально у нас были обращения граждан по поводу того, что животные кусают граждан первоначально. На сегодняшний день уже идут обращения граждан, когда животные уже повторно кусают. То есть те, которые уже прошли ОСВВ. То есть они уже кусают. Но, к сожалению, закон не предусматривает уже повторный отлов животных. Поэтому в этом направлении, я думаю, стоит еще законодателю поработать. Пока чиновники решают, как лучше изложить постановление на бумаге, собаки продолжают бродить по улицам и делить территорию с людьми. А те, кто больше не может оставаться равнодушным, вынужден своими силами создавать условия проживания для четвероногих друзей. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.